Девушки отдыхают Заратул сообщил мне о провале на Айуле, и я глубоко оброчила. Я одна из тех немногих старых храмовников, которые еще помнят, откуда мы произошли. Все же, несмотря на столь печальные обстоятельства, мне приятно создавать, что Вартуна вновь взвела наших людей вместе. Мы, темные храмовники, никогда не забудем ни нашего изгнания из Айура, ни заговора Высокого Совета против нас. Но ты и твои компаньоны больше не входите в Совет. Пример вашего поверженного героя Тосадара показал, что когда темные и светлые стороны объединяются, мы непобедимы. Но, Матриарх, зерги, которые победили нас, не похожи ни на одного врага, какие когда-либо были у Протосов. Ты и прав, Джудикатор. И все же здесь есть сила, которая поможет нам выкинуть зергов из Шакуриса навсегда. Давным-давно мы, темные храмовники, были кочевниками. Но затем, когда мы неожиданно нашли этот мир, мы решили остаться здесь и изучить его. Мы обнаружили огромный храм Ксел-Нага, созданный расой, от которой произошли бы все. Храм расположен на пересечении линии сильной космической энергии. Если мы применим эту энергию, тогда мы сможем нанести удар, пока зерги готовят свои войска. А лаз мы не можем. Чтобы использовать энергию храма, нам понадобятся два кристалла-близнеца. Юрай и Калис. Предание гласит, что они были разделены много лет назад. Юрай нужен для светлой энергии храма, а Калис для темной. Найдя эти два кристалла, мы сможем получить энергию. В таком случае, нам нужно найти эти кристаллы, чего бы это ни стоило. Согласна. Но сначала мы должны разобраться с зерками, которые уже захватили станцию, прямо возле храма. Не робейте, дети мои. Ищите эту заразу. Всем доброго времени суток. С вами, как всегда, дезерсирую и конец брифинга на подходе. В общем-то, мы начинаем новую миссию. Запомни, юный храмовник. Мозг может быть убит только оружием и энергии темных храмовников. Мои братья быстро с ними справятся. Ну вы поняли. Зератон нам сказал о том, что мы должны быстренько наклепать кучку темных храмовников и расхреначить к фигам, в общем-то, все и вся. По-моему, все довольно просто и лаконичный. В общем-то, да. И, кстати, карты здесь просто великолепные, на самом деле. Мы можем... Нет, мы не можем подстроить. Оу. Вы еще кто такие? Я вас не помню. Корсарчи прилетели вместе с шаттлами. Блин, корсары были жестокие, по-моему. Мне кажется, они умрут сейчас. Ха! 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 Добрый день! Ничего! Инструкцию! Дай! 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 тихо и энергии чуть-чуть не хватает сейчас под накопим еще энергии будет все хорошо долг убивать тихо так 99 99 а 102 вот это быстрее всего накапливается хорошо затосадара затосадара и все такое так ладно требуется 125 энергии без этого дела мы не сможем нормально работать забустим плёточку вот эту будем ее собственно атаковать сколько у за время действия успеть хотя можем запустить и то и то в принципе говоря поэтому почему бы нет и поехали пусть и отлично быстро атакуем отлично но это мы так допустим в общем то у нас здесь есть теперь дополнительная база в принципе можем развивать от чего я не помню давайте пролетим вот сюда если здесь кинуть юниты которые нам могут помешать нет там нет юнитов которые нам могут помешать но скоро туда будет приходить зерки поэтому нам нужно укрепиться здесь до прихода зерков как вы видите зерки уже приходят даже к нам в дом так сказать здесь мы строим не туда нажал простите так строим энергетку 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 ладно и нам нужно вот сюда вот что-нибудь интересное такое впилить виде база 2 на полу как раз встанет так же как и внизу отодвинем наших друзей посмотрим встанет ли она она как раз станет только нужно дождаться ухода слизи замечательно а газ пожалуйста че добывают ладно я думаю троих просто до отправлю вот этих ребята новых направлен на минерала плюс новые на минералы пойдут и отсюда так две базы хорошо две базы в две базы в протасы развивается там замечательно осталось построить только парочку пилонов тем более как раз у нас сейчас примерно будет нехватка по пилонам в принципе все свои временно поглянем быстро вот сюда здесь у нас вроде никого ничего отлично отсюда нас нападает еще не будет принципе это можно было понять и снизу но здесь тоже нормально так отлично нас будет нападать только снизу оттуда и отсюда девушки здесь новые рабочие построены еще один новый рабочий и давайте на эту базу тоже будем сразу пересылать рабочих отсюда заодно сразу на газилку кинем и надо будет построить хотя бы одну две пушки здесь потому что эта база у нас совсем не защищена то есть хотя бы дарками если это не очень сильная защита но это лучше чем ничего нас идут первые пробочки сюда сделаем вот так принципе это будет лучше чем то что есть у нас на данный момент вот это хреново это хреново потому что дарки хоть и прикрывают нас но они ты как так прошел мелкий вот наглый вы видели он через минералы прошел офигевший совсем ладно давайте построим здесь пилончик заново и построим здесь пушечку заново хотя бы одну опять-таки лучшим урон на здесь должно было прийти много пробок много пробок пришло и мы их отправляем добычу минерал соответственно пока что у нас нехватка надеюсь что в ближайшее время это все исправится ставим ребят на удержание пока что и ждем прибавки рабочих чем больше тем лучше так что я думаю строим как можно больше и пока не строим темных храмовников вообще офигевшие ребята ну ладно главное хоть не пилоны это спасибо у нас летят пробочки на минералы пожалуйста спасибо пожалуйста а теперь мы можем подстроить парочку дарков чтоб как говорится совсем уж не печалится выбрать одну пробочку ставь где-нибудь здесь пилончик рядом спилить еще пару гейтов я думаю так два гейтов пилю рядом будет нормально а пока что отправляем вновь прибывших пробок на добычу нужных нам веществ минералов ли газа ли благо пробочки умные расходятся сами можно конечно их раскликивать по две пробки на минералы но помо они сами справляются неплохо еще сейчас скоро одна выйдет ты построи пожалуйста мне здесь еще один гейт а совсем за ним еще один могут пройти да отлично не застрянут великолепно на всякий случай мы здесь пилим звездами врата это может значить только одно нам наконец-то дали воздух более-менее нормальный а хотя нет стоп нам далее да нам нам дали другой воздух не тот о котором я подумал а теперь у нас более-менее налажено производство черт чуть-чуть успела не хватило она здесь должна быть еще одна пробка бездействовать вот именно именно про нее и говорил здесь куча муты и выставляем опять так как стояли в принципе страдала такой пушка но да ты не критично ребят это не критично это не критично что у нас здесь есть управляем ее обратно на добычу минерала на всякий случай прокачиваем сливаем великолепно здесь три будет и здесь три будет да выходить они будут в одну сторону выстраиваем некоторое количество зелков потому что минералов нас довольно много и добываются они довольно быстро берем на добычу берем на добычу храмовника нападают на нас в основном пока снизу я жду сейчас мы поглядим где и как именно не отсюда то есть они делают скорее всего передроп нас выходит парочка зелков выходят храмовники храмовников мы сразу же сливаем что там что там вообще происходит мне интересно а ну-ка вот это вот все проверьте пожалуйста вот на нас вышла куча лингов пострадал немножечко вдруг наш пострадал немножко услышал услышал хватит хватит спамить мне про пилоны услышал я вас иди сюда встроеном пилона просто в огромных количеств встроеном пилона итак как я понял нам понадобится воздух чем без вариантов поэтому строим воздух потому что мы видим мы здесь не можем передропнуться точнее передропнуться только и можем все немножко наоборот очень хорошо и продолжаем строить наших дорогих друзей что нам здесь надо здесь мы строим зелков логично минералов у нас довольно много здесь мы строим наших дорогих шариков чем больше шариков тем лучше но для шариков нужна защита в обязательном порядке не закликнуть убивать на пилон отлично надо защитить пилоны окей я понял давайте возьмем тебя например просто поставим здесь не знаю пушечку одну в принципе должно хватить создать корсара стоп какие у нас цели миссию уничтожить мозг но мы не можем уничтожить мозг если у нас корсары то вроде ли мне не переносят юнитов так или что-то не понимаю ну да корсары не переносит а блин идиот простите пожалуйста зачем нам воздух то если воздух не переносит винтов переносит винтов роботикс чё-то я вообще не этом совсем уже поехавший чуть-чуть так давайте глянем здесь куча антивоздуха надо будет с помощью корсаров как раз таки вот сюда вот допустим пустить ну поняли все это разрушение и в общем то как то уже гидат еще измедляет ладненько возвращаемся назад подстраиваем роботикс уже почти готов пока нормально все главное добрать нужное количество дарков сливаетесь ребят или вы застряли следуй за мной сказал он второму брату так давайте сливайтесь пожалуйста не сомневайся во мне с корсар но нам нужны только шаттлы и 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 так так стоп должно быть два высших там пара а вот он второй сливаемся шаттл пожалуйста два здоровяка сразу в них и я думаю три шаттла мне должно хватить два здоровяка два здоровяка четыре зелка еще два здоровяка четыре шарик четыре зелка я в первой пачке перемещу и будет все нормально если что то создадим корсаров в принципе должно хватить того что имеем корсары довольно шустрые и жестокие так берем четыре зелка внутрь пожалуйста спасибо у нас два корабля готовы уже к отправке сейчас мы начнем медленное наступление на них в принципе этой армии по идее должно хватить бой готов драться еще один отлично так зелки дарки все есть у нас надо еще шариков подстраивать сейчас нормально пина вообще борзевши совсем борзевшая квина этим выберем хотя бы одну пробку какую-то пожалуйста мне нужны пилоны в больших количествах спасибо все да есть последний до последний шаттл есть забирай пожалуйста его его забрала отлично ну а теперь давайте делаем вот так нас вот здесь одна была хорошая позиция где я ее видел бамс и мы резко высаживаем здесь своих юнитов наконец иди сюда отходим психотошные вы куда я вот за вот это ненавижу просто корсаров серьезно ладно пока у нас все более-менее нормально забираем с собой верните пожалуйста назад спасибо пожалуйста у нас замедлены еще негодяи такие и давайте высаживаем ауч высадите пожалуйста все все из себя спасибо мне нужны много зелков на ту сторону давайте атакуем вот эту гадость о боже да умри ты уже и мне нужно высадить туда кучу дарков которые у меня есть в принципе их у меня не так-то много на самом деле но не хватит неопределенно хватит и теперь просто высаживаем у всех сюда бедняга он там один вообще сражался куда ты его вывел дескаты чё так еще вот этих по троечку справиться справиться с ними сюда единичку отлично всех остальных отвести куда-нибудь подальше продолжит попутно клепать здесь юнитов в больших количествах желательно зелков наверное я думаю улучшение у нас конечно не очень хорошее но нам хватит троечку единичку почему-то у меня всего два дарка кто из вас не отдал дарков негодяи вы меня накололи с дарками все нападаем в общем то нападаем друзья мои выделяем вот этот отряд и нападаем еще раз а а Продолжение следует... Уничтожаем полностью базу... Вот храм Ксилнага у нас... Храм мы уничтожать, естественно, не должны... Да не уничтожайте вы мозг, вы все равно не уничтожитесь... Ступи, идите... О боже, его могут уничтожить только дарки... Пусть они этим и занимаются... И второй мозг туда же... Прикрываем дарков, в принципе... Вот нету обоих мозгов... 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 Керриган? Хорошо поработал могущественный протез... Я рада видеть, что вы так же могущественны, как и раньше... Керриган... Что за шуточки... Расслабьтесь, война... Что бы вы там ни думали, я здесь не для того, чтобы сражаться с вами... Забавно... Ты думаешь, мы поверим, что у тебя добрые намерения? Разве зерги не связаны с тобой? Слушайте... Мозги, которых вы убили, были так же и моими врагами... Дайте мне все... Ты... Враг... Каждого живого существа... Керриган... Почему ты думаешь, что мы захотим иметь с тобой дело? Потому, Зараган, что я принесла известия о том, что угрожает нам всем... Если ты отведешь меня обратно в свою цитадель, я расскажу все, что знаю... Ладно, Керриган... Мы послушаем, что ты скажешь... Но запомни... Мы не потерпим твоего предательства... Победа, мои дорогие друзья!